25 апреля православные отметят Радуницу. Праздник неразрывно связан с Пасхой. День поминовения усопших установлен для того, чтобы разделить с ушедшими родными великую радость воскресения Христова. По традиции люди наводят порядок на кладбище, благоустраивают места захоронений, зажигают свечи и лампады в память о тех, кого уже с нами нет. В Бобруйских храмах пройдут литургии и богослужения. Как важно, в воскресный день, в понедельник, во вторник прийти в храм на богослужение заупокойное, а потом на кладбище, и там мы совершаем молитву, уже пасхальные приступения поим заупокойное, но никак не едим, не пьем там спиртное, а Пасху возвещаем и радуемся встрече с душами усопших. Молитвенно. Минприроды призывает белорусов не украшать могилы родных и близких искусственными цветами. Они не подлежат вторичной переработке и отправляются на полигоны с отходами. Срок разложения от 100 до 500 лет. Еще хуже их сжигание. В воздух выделяются диоксины и тяжелые металлы, поэтому лучше облагородить места захоронений многолетниками или газонной травой. А для тех, кто не знает, с чего начать, в помощь акция «Радуница без пластика». В Бобруйске она пройдет впервые. 25 апреля на Минских кладбищах, начало акции «10 часов» мы будем бесплатно раздавать саженцы живых цветов тем людям, которые пришли на кладбище без пластиковых цветов. Очень радуюсь, что поддержала эту акцию наша Бобруйская городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Чтобы большие выходные прошли без происшествий, милиция перейдет на усиленный режим работы. Для оказания помощи и охраны общественного порядка в местах массовых захоронений и богослужений будут выставлены дополнительные наряды. На ЧИКО будут и сотрудники госавтоинспекции. Тем, кто планирует посетить кладбище на собственном автомобиле, нужно заранее ознакомиться со схемой движения и построить свой маршрут. Посещая кладбище, помните про пожарную безопасность. Не выбрасывайте горящие спички и окурки. Мусор не сжигайте, а утилизируйте в специальные контейнеры. После себя не оставляйте стекло, бутылки, осколки. Уходя, помните, что нужно затушить свечи и лампады. Будут внесены коррективы и в работу городского транспорта. С 23 по 25 апреля автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. На Радуницу интервал движения 13 маршрута на кладбище в деревне Ломы составит от 10 до 30 минут в зависимости от пассажиропотока. Подробно с расписанием и изменениями можно ознакомиться на сайте горисполкома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова